Саламина всегда после посещения оставляет в сердце смешанные чувства. Это был мой пятый раз знакомства с этим островом, но первый раз на машине, без велосипеда. На Саламине есть целых три порта с паромным сообщением, с Пиреем, индустриальным портом Перома и с городом Мегара. Афиняне в основном предпочитают самый дешевый и быстрый способ паром из Перомы. Здесь паромы уходят каждые 15 минут и очень быстро в течение тех же 15 минут доставляют вас в порт Палукиа. Вообще Саламину я бы назвала островом мусора, ужасных дорог, опасных водителей, некрасивых зданий, невкусной еды, дешевых обыкак настроенных дач. В центральной части острова очень мало зелени и опять-таки везде валяется мусор. Пожалуй, самая интересная часть острова южное направление. По дороге к монастырю святого Николая мы встретили монументальное дерево. Это олива возрастом две с половиной тысяч лет, то есть это дерево было свидетелем битвы при Саламине. Потом мы поднялись на гору, покрытую молодым сосняком. Мусора на обочинах стало поменьше, виды открылись более приятные. Вообще, Саламине чем сложнее добраться до места, чем хуже дороги, тем более качественная окружающая среда и атмосфера вокруг. Так мы нашли, пожалуй, лучший пляж на острове – пляж Патитыри. Здесь было чисто, организовано, главное, рядом находились две самые главные достопримечательности острова – древняя круглая усыпальница, относительно недавно восстановленная, и пещера Эврипида. Эврипид там жил, писал свои трагедии. Еще порадовала уютная Марина с нереальным количеством арт-объектов. Если говорить о пещере Эврипида – просто восторг. Приблизительно один километр подъема по тропинкам и каменным ступенькам, и вы оказываетесь на скалистой террасе с видом на море и закат. Сама пещера – это узкие коридоры с небольшими залами и колоннами. Мы нашли пещеру Эврипидов. Очень жарко, плюс 35. То есть, Эврипид жил тут с прекрасным видом на остров Эгена. И наблюдал красивые закаты, как сейчас. А вот же он. Вот он, Эврипид. Эй, Эврипид! Кто туда хочет залезть? Как-то узко. Здесь, похоже, была дверь. Металлическая. Пай. Дай мне свет. Как интересно. Здесь кто-то привязал веревку, чтобы не потеряться. Веревка оторвана, потому что можно пойти сюда, можно пойти туда, в другую сторону. Пещера достаточно длинная и запутанная. Но мы туда не пойдем. Это какой-то фантастический дом. Уже темно, конечно, ничего не видно. Блин, это дом чей-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»